Наш мозг всегда стремится к стабильности, поэтому мы так боимся перемен в жизни, даже положительных. Как же помочь себе сделать первый шаг? Что поможет преодолеть сопротивление? И какой результат вам принесут онлайн-марафоны? Смотрите в этом видео. Когда мы пытаемся сделать первый шаг навстречу чему-то новому, то сталкиваемся со страхом и волнением. Вспоминаем прошлые неудачи и говорим себе, а вдруг опять не получится? Боимся неизвестности? А что же случится, если привычный мой уклад изменится? Нет-нет, лучше оставить все как есть. Такие мысли у вас. Как же начать менять свою жизнь? Ну, начните с первого. Попробуйте сами или с помощью психотерапевта, психолога избавиться от негативных установок, таких как оставить все как есть. Оставить все как есть – это значит сохранять установки, то есть шаблонные реакции или модели поведения, сформированные на основе жизненного опыта. Они могут быть как позитивными, так и негативными. Предлагаю вам такое интересное упражнение, чтобы поработать вам над своими негативными убеждениями самостоятельно. Первое. Выпишите все установки, связанные с отношением и к себе, и к миру, и к людям. Второе. Внимательно прочитайте их и обдумайте все, что пришло вам в голову. Дальше замените те формулировки, которые вы записали, на противоположные, на позитивные. Например, вы уверены, что вы скучный человек. Негативная установка, такая негативная установка приводит к тому, что в повседневной жизни вы замечаете лишь те события и явления, которые эту установку подтверждают. Понимаете? Но если вы сосредоточитесь на других ситуациях, где проявляете себя как интересный собеседник, то сможете заменить негативную установку позитивной. Например, я интересен определенным людям. Дальше это вам нужно внутренне повзрослеть. Что это значит? Это значит, что неудовлетворенность жизнью может быть связана с тем, что вы пока успели вырасти лишь физически, но не эмоционально. Физически, но не эмоционально. И задача вашего взросления – научиться перерабатывать то, что с вами происходит. То есть рефлексировать, узнавать себя, понимать, кто и что мы испытываем. Кто мы? Попробуйте посмотреть на истинные причины желаний. Круто хотеть стать успешной или успешным. Однако, если эта цель появилась из-за того, что в действии вас унижали, а теперь вы хотите сам или сама всех унижать, то это не про саму реализацию и личностный рост. Не про это. Нужно разбираться со своими ценностями. Но лучше всего в этом вам поможет работа с психологом или с психотерапевтом. И одна из моих задач – объяснить клиенту, объяснить вам, что никто не может решить проблемы, ваши проблемы за вас. Психолог или психотерапевт помогает человеку разобраться в себе. Но даже самый лучший специалист не сможет угадать, что для клиента, который обратился ко мне, хорошо. Это хорошо у всех разное. Я уверен, что вы меня сейчас прекрасно понимаете. Если вы будете повторять жизнь другого человека, то не сможете достичь тех же результатов. Ведь внешние обстоятельства и жизненный опыт ваш будут отличаться. Третье. Вам необходимо выбрать направление. Необходимо понять, в каком направлении вы хотите двигаться. Что для вас важно, к чему вы стремитесь, что для вас близко. Хорошая техника, чтобы проанализировать жизнь – это колесо баланса. Можно начать либо от позитивного, в чем мы хотим прокачать жизнь, либо от негативного, что нам не нравится. Понимаете, любые эмоции – это показатель происходящего в нашей жизни. Чтобы действовать дальше, необходимо понять, в чем мы чувствуем неудовлетворенность. Четвертое. Поменять отношения. Любая ситуация объективна. И только мы решаем. Мы решаем, как отреагировать на нее. Воспринимать как шанс к переменам или как проблему. Например, вы пьете стакан воды с лимоном каждый день и верите, что самочувствие улучшится. А вскоре так и происходит. Или принимаете таблеты-пустышки и выздоравливаете. Если мы что-то себе внушаем, то действительно, на самом деле, помогаем себе. Точно так же работают и гороскопы, и вся эта же эзотерика-эзотерика, гадания, это хилинг. Поймите, что каждому, каждому из нас нужно принять, что не бывает идеальной работы, друзей, любви. Что бы мы ни делали, все равно будем сталкиваться с неудачами. Это наш опыт. Это наш опыт. Качественные внешние перемены к лучшему невозможны. Без работы над собой. Невозможны без внутренних изменений. Если делать то, что делаете, будете иметь то, что имеете. Изменения – это всегда новые действия. Пока вы не сделаете что-то отличное от обычных своих шагов, ничего не поменяется в вашей жизни. Ничего. Важно понимать, что когда вы становитесь более осознанным или осознанной, появляется много побочек. Вы не можете жить так, как до этого жили. Уже не хотите делать то, что вам не нравится, общаться с теми, с кем некомфортно. Вы перестаете врать самой себе. А главное, понимаете, что нужно брать ответственность за свои действия, за свои поступки, за свои мысли, за свои слова, за свою жизнь. Ну, помогают ли онлайн-марафоны или онлайн-курсы? Да, помогают, но они помогают только тем людям, которые уже сделали первый шаг к работе над собой. Если человек не готов, то это будет пустая трата времени. Конечно, марафоны не могут помочь абсолютно всем. Самое важное – участвовать в них осознанно. Это значит жить спокойной, внимательной и осознанной жизнью. Но сейчас скажу вам главное. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. И я вам напоминаю, что провожу индивидуальные терапевтические, очные в Минске и онлайн-поведеосвязи по всему миру консультации, которые приводят вас к долгожданным переменам. Приводят вас к здоровью, к благополучию вашей жизни. И как всегда, как всегда, я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапега. Спасибо. 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 Спасибо.